23.00 улица Архангельская, пешеходный переход, сбиты два человека, девушка скончалась на месте, мужчина травмирован. И все как обычно, пешеходы идут по зебре, машины едут. Правда, по словам очевидцев, этот автомобиль мчался и пешехода застал уже на середине зебры. Между тем, переход был освещен, ведь здесь действует единственный в Череповце, интерактивный пешеходный переход. Освещение здесь включается автоматически, как только подходят люди. Со слов очевидцев, автомобиль Деунексия спускался с северного моста в сторону кольца Архангельская, Краснодонцев. В правой полосе стоял бензовоз, который пропускал данных пешеходов. Водитель Женексии по левому ряду сбивает их. Как рассказывают свидетели ДТП, водитель автомобиля охранного агентства спешил на вызов. А вот почему 9-летний мальчик на улице Пионерской оказался на дороге вне пешеходной зоны, неясно. Видимо, тоже спешил. Авария произошла накануне днем, прямо у ворот 33-й школы, куда и направлялся ребенок. Он переходил дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. В результате закрытый перелом ноги. В течение этого года в Череповце на пешеходных переходах погибло 9 человек. 7 из них по вине водителей. А за 18 дней сентября уже произошло 5 ДТП с одним смертельным исходом. Конечно, разбираться, кто прав, кто виноват, можно. Однако человеческой жизни уже не вернуть. Примирить участников дорожного движения давно пытаются сотрудники ГИБДД. Сегодня прошла очередная акция под названием «Притормози». И это выражение относится не только к водителям. Зачастую на пешеходных переходах горожане чувствуют себя хозяевами положения. Начинают движение не глядя на дорогу, в процессе разговаривают по мобильному. Вот я сейчас смотрю, как вы переходите проезжую часть. Вы перешли по пешеходному переходу, но идете наискосок. Вы знаете, что так делать запрещено? Ну, в принципе, ну чуть-чуть, да. В полной мере чувствовать себя в безопасности нельзя и в общественном транспорте. Вчерашний трамвайный пожар всколыхнула общественность. Поздним вечером трамвай четвертого маршрута двигался по проспекту Победы. Пассажиров было немного, 7 человек, неожиданно пошел дым. Загорелся двигатель. Водитель вовремя заметила происходящее и высадила пассажиров. Правда, своими силами пожар потушить не смогла. Вызвала специалистов. И такое, как говорят в МУП электротрансе, совершенно неудивительно. Подвижной состав трамвайного парка очень старый. С 1984 года вагоны ходят. Эти случаи бывают. Единственное, что они не так озвучены, потому что пожарная машина не приезжала. А в этот раз получилось так, что пришлось обратиться в пожарную службу. А так они бывают. Бывают колодки дымят, бывает проводка загорается. Все может быть. Вагонам 30 лет. ДТП со смертельным исходом, наезд на ребенка, пожар в трамвае. Таким запомнился череповчанам вчерашний день. К счастью, сегодняшний обошелся без серьезных аварий. Продолжение следует...